Привет! Это самое хорошее, еще есть специальное масло, хлопковое масло, специально из бересантера, не надо? Еще вот такой набор. Они, чтобы вот таким сортам, называют самоцело для готовности. Это как только не было, даже на обедах. А вот и сейчас я не могу. Это вот, да, 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 да. Это вот, да, да, да. Это вот, да, да, да. Это вот, да, 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 да. Ну, это ну, было, что-то так говорили. Нет, вина. Понятно, что ведь я не могу. Это путь, чтобы надо регулярно закреплять всюду. Вот, да вот. Что-то не надо будет. Веселандоруй. Давай, давай. Я же тебя люблю. Давай! Давай, давай! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Привет, наконец-то попалась. А это где Кузьминки? Кузьминская игрушка, это Кузьминов, Вязниковский район. Рядом здесь Карховцов. Соседи. Соседи, да. Вот там у нас мастерская, музей. Вот посмотрите. У нас там есть дом, ну, деревянный, это деревенский дом. Там есть музей и там мастерская. Там проводим мастер-классы. Ну, как у нас в Красных Силе, там дом творчества. Так что, приезжайте, будем рады. Так, тот приезжал неделю назад на Фатьяновске. А-а-а. Были. Ну, у вас тут, чем у нас. Здравствуйте, Татьяна. О, здравствуйте, здравствуйте. Не узнали? Ну, теперь узнал. У нас не ехали еще. Так, так, так. Так, подписаться на мой канал, я снимаю для канала. Хорошо. Так, на Ютубе. Так, так, так. Здесь небес нам пошли. Да, здесь небес нам пошли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Старт второго тура! У тебя клюет уже, ё-моё, или ты не забрасывал еще? Вы будете ловить-то, нет, а? Егоров, блин А где профессиональный подпорад? Это лучше Где квадрокоптеры? Это лучше Так, мне уху надо посмотреть, там она готова, нет? Уха, отходя из традиций, шурпа, макароны, сушенки Уху они и сами не едят, уха да, у кого же всегда А там шурпа? Там всё пока будет, чай, ну будет всё, всё будет Это классика, классицизм Это лихай, что идем номер 1 там билет Ну вот спрашивает Вот 1990 caset Элияááááááááááááááááááá Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Ну что, ребята, можно уже подходить к нашей яркой зоне, где начинается молодежный квест. Можете подходить, вам там все объяснят, расскажут, покажут, что делать. Проходите наш веселый, интересный квест День М-33. Три. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Городилась здесь всегда DimaTorzok Городилась здесь всегда DimaTorzok 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 Вот и наступил тот долгожданный и такой волнующий день. Наш город-именинник. Он сегодня отмечает 855 лет. Горохолец. Город-музей. Город-сказка под открытым небом. С древней и богатой историей и самобытностью. Горохолец по праву считается городом традиционной русской культуры. И именно сегодня наш родной Горохолец встречает гостей. Участников 10-го межрегионального фестиваля народного творчества «Неубидаемый цвет». Встречай, Горохолец, гостей, как ты умеешь. Открытым сердцем, улыбками и щедрыми бурдами аплодисментами. С праздником, любимый город! С днём рождения! Встречай, Горохолец, гостей, гостей! Встречай, Горохолец. Горохолец, ровесник Москвы. Этот город поистине хранит в себе тайны многовековой русской истории и культуры. Его справедливо считают городом-музеем под открытым небом. Для тех, кто родился в Гороховце, и для тех, кто неразрывно связал с ним свою судьбу, наш город единственный и неповторимый, как любимый человек, как родной дом. А вот в чем доме каждый чувствует себя спокойно и уютно, и в него непременно хочется вернуться. И поэтому День города давно уже стал личным, семейным праздником всех, от мала до велика. Как всегда на праздники собирается много гостей, и наш праздник не исключение. Добрым гостям мы всегда рады. Демина Ольга Викторовна, министр культуры Владимирской области. Наумат Дмитрий Викторович, глава города Владимира с 2019 по 2022 годы, глава администрации Гороховецкого района. Максимов Александр Иванович, глава Везняковского района, председатель Совета народных депутатов Везняковского района. Рыбаков Сергей Евгеньевич, председатель правления Ассоциации развития исторических поселений Русская провинция. Зилегин Валерий Анатольевич, руководитель региональной общественной приема и председателя партии «Единая Россия» во Владимирской области. Мангушева Светлана Феатовна, депутат Законодательного собрания Владимирской области, 6-го созыва по 12-му округу Гороховецкий район. Гороховец – древний город, с вековой историей, вечно молодой душой. В полной гармонии уживается здесь величественная старина и современность. Здесь есть где отдохнуть, на что посмотреть и чем вдохновиться. За активную общественную работу, эффективную трудовую деятельность и в связи с Днем города Гороховца благодарностью Законодательного собрания Владимирской области награждаются Романова Анастасия Викторовна, депутат Совета народных депутатов Гороховецкого района. Романова Анастасия Викторовна, депутат Совета народных депутатов, Садкова Мария Павловна, депутат Совета народных депутатов муниципального образования города Гороховецк, Гороховецкого района Владимирской области. Дорогие друзья, по сложившейся многолетней традиции в преддверии празднования Дня города, Совет народных депутатов Гороховецкого района принял решение присвоить звание почетный гражданин Гороховецкого района. Звание почетный гражданин Гороховецкого района присваивается Бласову Николаю Васильевичу. Николай Васильевич внес большой вклад в развитие и становление органов местного самоуправления района. Три созыва подряд избирался депутатом законодательного собрания Владимирской области. Занимал должность главы муниципального образования Денисовская. Решением президиума Российской муниципальной академии награжден медалью за вклад в развитие местного самоуправления. Решением президиума Российской муниципальной академии Решением президиума Российской муниципальной академии Решением президиума Российской муниципальной академии Зачем, зачем на белом свете Есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете Есть безответная любовь? Когда на улице Заречной Матогаши Горят мартеновские печи И день и ночь Горят они, горят мартеновские плечи И день и ночь, горят они Я не хочу судьбом иною Мне ни на что не променять Ту Саводскую проходную Чтоб люди вывела меня Ту Саводскую проходную Чтоб люди вывела меня В свете много улиц славных Но не сменяю адрес я В моей судьбе ты стала главной Родная улица моя В моей судьбе ты стала главной Улица моя Когда весна придет, не знаю Пройдут дожди, сойдут снега Но ты мне, улица родная И мне погода дорога Но ты мне, улица родная И мне погода дорога Мы знаем людей, которые прославляют наш Горховецкий район и наш город Сегодня по традиции мы чествуем этих людей И чтобы, знаете, никого не забыть Хочется сказать всем присутствующим спасибо за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего любимого города Я сценарий знаю в отличие от присутствующих Знаю, кого будут награждать Но также знаю, что есть один человек, который по своей природной скромности просил о нем сегодня не говорить Но в отличие от него я этой скромностью не обладаю И очень люблю этого человека за все то, что он сделал И хочу сказать сегодня слова огромной благодарности Сегодня уже нашему гостю Но тем не менее, мэру города Владимира Дмитрия Викторовича Наумову Дмитрий Викторович, спасибо вам большое Спасибо за то, что все три года, что вы были на нашей территории Вы очень много сделали для нашего города И все, что делается в этом году Это все еще ваша заслуга Это вот ваши наработки, которые были, в общем-то, организованы в предыдущие годы Ну и не могу похвастаться этим самым событием Посмотрите, какая благодатная Гороховецкая земля Три года человек, как вы учили по ускоренной программе практически И сегодня мэр города Владимира А еще мы ему желаем всего-всего самого лучшего, доброго, светлого Гороховцу благополучия, а всем его жителям забран счастье, любви, мира вам и вашим семьям С праздником вас, гороховчане! В рамках празднования Дня Семьи Любви и Верности Под покровительством святых благоверных князей Петра и Февронии Муровских В 2023 году проходит честование лучших семей Владимирской области Проживших в браке 25 лет и более Получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев Добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом И воспитавших детей достойными членами общества Такие семьи награждаются медалью за любовь и верность И сегодня в этот значимый для всех наших земляков день Некоторым из самых крепких, самых дружных семей наших земляков На этой сцене будет вручена такая медаль Медалью за любовь и верность награждается Семья Мельник Алексея Петровича и Алла Александровны Семья Мельник живет в поселке Галицы Граховецкого района Алла Александровна заведующая сельским клубом в поселке Галицы Алексей Петрович водитель данного следования Алла Александровна 30 лет работает в культуре Имеет множество грамот и благодарственных писем за добросовестный труд От администрации Граховецкого района Почетную грамоту от департамента культуры Владимирской области Алексей Петрович водитель со стажем 28 лет Вырастили и воспитали трех детей Старший Антон в октябре 2022 года ушел добровольцем по модернизации Дочь Юлия домохозяйка, жена военнослужащего Участвующего в специальной военной операции Анна, окончив железнодорожную техникуму Работает проводником поездов дальнего следования Эта супружеская пара вместе уже 29 лет Медалью за любовь и верность награждается семья Якимовых Андрей Геннадьевич и Татьяна Ивановна Супруги прожили вместе 27 лет Андрей Геннадьевич окончил Владимирский авиомеханический колледж Трудится слесарем вооружа уже 30 лет Татьяна Ивановна окончила Владимирский государственный университет По специальности учитель английского языка И уже на протяжении 25 лет трудится в школе номер 3 учителем За эти годы выросли их дети Сын Михаил, дочка София, сын Степан Сын Михаил закончил детскую школу искусств В школьные годы посещал секцию иголевого спорта И занимал призовые места в разных первенствах Закончил колледж информационных технологий Имеет статус участника боевых действий С 22 года принимал участие в специальной военной операции Награжден медалью за отвагу Сейчас обучается во Владимирском государственном университете Дочка Софии является студенткой колледжа Ранхит А младший сын Степан учится в школе Традиции этой семьи всегда быть вместе Всю работу выполняется общая Все праздники отмечать в большом, уютном и теплом кругу семьи В общественной работе в связи с празднованием Дня города Гороховца Награждается Федорова Людмила Викторовна Председатель комитета территориального общественного самоуправления Улица Садовая, города Гороховец В Кому празднование Дня города принято постановление главы администрации Гороховецкого района о присвоении почетного звания Человек Года? Почетное звание Человек Года в номинации профессионализм и компетентность Присваивается Ходореву Владимиру Анатольевичу Генеральному директору акционерного общества Гороховецкое автотранспортное предприятие За время работы Владимир Анатольевич зарекомендовал себя Очень грамотным руководителем, настоящим профессионалом Благодаря его усилиям в 2019 году на предприятии проведена газификация трех зданий В 2020 году разработан проект перепланировки административного здания и проведен ремонт Предприятием увеличено количество обслуживающих маршрутов Более чем в два раза по сравнению с 2019 годом увеличились такие показатели Как пассажирооборот, количество перевезенных пассажиров, выполненных рейсов, выручка предприятия Систематически обновляется автобусный парк В связи с увеличением подвижного состава увеличилась численность работников По скупок года Сазановой Ольге Алексеевне Рентгеново-лаборанту рентгенологического отделения Государственного бюджета учреждения здравоохранения Владимирской области Горховецкая центральная районная больница Ольга Алексеевна в Горховецкой больнице работает с 2005 года по настоящее время За добросовестный труд в системе здравоохранения Неоднократно отрождалась почетными грамотными учреждения Департамента здравоохранения Владимирской области Имея огромный опыт работы операционно-медицинской сестры хирургического отделения Ольга Алексеевна в июне 2022 года приняла решение Отправиться в командировку в Донецкую Народную Республику И помочь в лечении раненых бойцов российской армии Защищающих нашу страну Почти месяц Ольга Алексеевна находилась в госпитале в ДНР В составе операционной бригады Помогая врачам в проведении оперативной и лечебной работы Вот таким специалистом, профессионалом своего дела и настоящим патриотом Своей родиной является Ольга Алексеевна Сазанова Знаком отличия за заслуги перед Верховецким районом Третьей степени награждаются наши земляки и участники специальной военной операции Ветераны боевых действий в Чечне Корниев Сергей Владимирович Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вместе скажем, это я Будем делать тебя сильной Протвитание тебе, моя девушка Ты молодежь и твое слово да Любимый страны и патриот навсегда Твои достижения в учебе, в делах В мире со всеми на равных правах Заводы, фабрики, школы, больницы Профессии каждой мы будем гордиться Ты научись верить в себя Кто за Россию, если не я Я люблю тебя, Россия Вместе скажем, это я Будем делать тебя сильной Протвитание тебе, моя земля Я люблю тебя, Россия Вместе скажем, это я Будем делать тебя сильной Протвитание тебе, моя земля Я люблю тебя, Россия Вместе скажем, это я Будем делать тебя сильной Протвитание тебе, моя земля Протвитание тебе, моя земля Протвитание тебе, моя земля Продолжение следует...